Жизнь прожить, не поле перейти, а дожить до ста лет в наши дни настоящий подвиг. Однако есть в нашем Артёмовском городском округе свои рекордсмены. Ольга Егоровна Заушницына отметила свой столетний юбилей. Поздравить именинницу сбежались и съехались не только родные и близкие люди от Кировской области до Германии, но и друзья, бывшие коллеги по работе, представители городской администрации Артёмовского городского округа и Управление социальной политики населения. Мама, ты чего не именинница? Юбилей. Юбилей у тебя. Сто лет. По поручению самого президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Ольга Егоровна, чтобы поздравить вас с юбилеем, со столетием. Этот день для нас большой повод поблагодарить вас за вашу жизнь, за ваш жизненный подвиг. Посмотрите, сколько гостей. И сегодня будет вручена открытка Управлению социальной политики от президента Российской Федерации. Сегодня к этому присоединяется администрация Артёмовского городского округа. Средства массовой информации все здесь. Районный совет ветеранов. Поднимали из руин разрушенные города и сёла. Своим самоотверженным трудом создавали богатство страны. И всегда сохраняли стойкость, силу духа, веру в правое дело. Мы преклоняемся перед подвигом вашего поколения, поколения героев и победителей. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Зачитав открытку от самого президента Российской Федерации, высокопоставленные гости вручили именинницы и подарки. Это, ну, конечно, наши подарки. Здесь набор специально чайный для Ольги Егоровны, чтобы она пила чай и радовалась теплой вниманию. Здоровья, здоровья, ещё раз здоровья. Ну, наверное, вам тогда, дам, это, пожалуйста. Это небольшие, да, тоже подарочек. Крема, потому что ручки, лицо крем мазать нужно. Женщина, да, женщина во все времена женщина. С особым трепетом в душе биографией Ольги Егоровны поделилась её дочь Нина Егоровна, рассказав о нелёгкой жизни в послевоенные годы своей родительнице. В далёком 47-м году после смерти одной из своих дочерей Ольга Егоровна с двумя дочками прибыла на Средний Урал из Кировской области. И, обосновавшись здесь, она начала свою новую жизнь. Стали вербовать, ну, вот, как бы, в 47-м году, там, в разные города. И вот она, видно, с ребятами, детьми, да. Трое детей видела. 36 лет ей было. И она вот сюда, с Львовского области, да, нагребовалась. Привезли нас, как у меня на пьяных. Ну, здесь было тоже не лучше. Сложно было тоже, да? Сложно было. Очень сложно было. У Львовна-то... Где работала, Ольга Егоровна? Где она работала? Тереработала-то она и где. В общем-то, в одной организации строительной. Тоже там. Игрушек эти камни и кирпичи таскали, возили, ямы копали. В общем, досталось ей, да, всегда. Потом она... В общем, Львов как-то устроилась. И потом работала до конца. Строго-трого. Война, голод, тяжелый труд. Потери ребенка не сломали эту женщину. Она стала сильнее духом, с остальным стержнем в характере. Что помогло ей вырастить и воспитать двух дочерей. Двух внучек, двух правнуков и одного праправнука. Тяжелая, конечно, у нее жизнь была. Она родилась 15 июня 1914 года. Военные годы, наверное, всем достались нелегко. Вот эта жизнь была. Военные годы, значит, она участница тыла. Она сначала проживала в Вятском районе, Кировская область. Потом они были эвакуированы на Урал, где она проработала в качестве маляра. Но она такая была интеллигентная женщина, что все время ее считали, что она работала учительницей. Она за собой очень следила. Всегда хотела и очень хорошо выглядела. То есть любила одеваться. Ну вот как женщина любила там сережки, украшения такие. То есть с кем бы мы куда ни пошли, всегда считали, что она работала там ни маляром, ни каменщиком. Она была учительницей. Жилось ей, конечно, очень нелегко, но я говорю, что благодаря своему трудолюбию она, ну, можно сказать, что достигла и уважения, и авторитета. Вот, потому что все соседи, все, значит, которые даже остались в живых сотрудники, они всегда приходят к нам на праздники, всегда с какими-то подарками, вот сейчас вот она, конечно, в таком состоянии, что, ну, сто лет она уже, конечно, сдала очень сильно. И, ну, вот буквально год назад она еще, ну, помогала. То есть она вообще вот такая труженица, что она не может сидеть на месте. Постоянно, если мы копаем картошку, значит, она тоже едет с нами копать картошку. В 90 лет мы на машине вот с моим мужем истей ездили туда, к ней на родину, в Киров. И она была, как, знаете, как у нас руководила, вот смотрела дорогу, куда ехать, указывала все. То есть вот в 90 лет она еще... А когда мы жили на Дальнем Востоке, когда было 80 лет и ей исполнилось, она одна прилетела во Владивосток на самолете. То есть это как бы тоже было удивительно. Мы удивились, так ты как, одна, что ли, прилетела? Она говорит, да, одна. А вы, говорит, кого еще ждете? То есть, ну, вот 80 лет она еще прилетала ко мне на Дальний Восток. Мы очень благодарны, что у нас такая бабушка, вот что она дожила до 100 лет. И мы это очень радуемся. И вот сейчас говорит о том, что все ее уважают и ценят, потому что сейчас вот к нам приехали гости, даже из Германии прилетели. Ну, мы как бы еще сопираемся в три часа, у нас будет такое большое торжество. Вот, из Германии, из Серова, из Кирова. То есть вот все ее любят и уважают. Как жили раньше в деревне. Жили раньше в деревне. И сейчас вот она все туда-обратно вернуться хочет. Вот у нее старые воспоминания всплывают, все говорит, хочу обратно ехать. Кировская область, да? Малиновка. Малиновка деревня назвалась. Вот, лошади были, хозяйство у нее тоже было. Старая закалка, любовь и забота близких людей помогли Ольге Егоровне дожить до таких преклонных лет. Ведь 100-летний юбилей – это действительно настоящий подвиг. Вообще здоровье, как у Ольги Егоровны. Все-таки дожить до таких лет – это же, ну, просто подвиг. Она молодцом все время была. Ходила, вот, ой, сколько она этих шишек начинала, как ребенок. Но даже сейчас вот нельзя ставить. Мне даже из ведра вытащить нельзя. Потому что она вот встает и идет. Приходишь, она уже рада сама. Или лежит, или еще что-то где-то. Надо сказать, в этот день трель дверного звонка в квартире именинницы не смолкала. Гости шли поздравить Ольгу Егоровну с такой знаменательной датой друг за другом. Бабуля любимая, ты у нас самая мировая бабушка. Такой нигде не найти. Здоровья тебе, счастья. И чтобы, не знаю, радости, чтобы настроение у тебя всегда хорошее было. Мы тебя очень любим, ценим. Ты самая лучшая у нас. Родные и близкие одаривали Ольгу Егоровну искренними признаниями и поздравлениями. А самое главное – благодарили за то, что она смогла дать им в воспитании. За терпимость, за то, что она привела нам чувство уважения к людям. Конечно, за ее трудолюбие и за доброту. У нас мировая прабабушка. Всегда хорошо выглядит. Всегда в хорошем настроении. В любой момент она даст совет. Поддержит. У нее очень хорошее чувство юмора. Общаться с ней очень легко, приятно. Она очень такой человек творческий. То есть, прила, вяжет. Всегда вот меня учила вязать крючком, научила спицами. Глядя на эту большую дружную семью, становится явным ответ на вечный вопрос о секрете долголетия. А заключается он в любви к самой жизни человека. В искренних чувствах, заботе и благодарности друг к другу, близких людей. Что так особенно ценится в семье уважаемой юбилярши Ольги Егоровны Заушницыной. Субтитры создавал DimaTorzok